здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа из первых уст и я с удовольствием вам представляю нашу сегодняшнюю гостью рейса гарифов набит мухаммедова почетный журналист республики казахстан почетный гражданин североказахстанской области заслуженный работник культуры республики татарстан ну на самом деле очень много у вас почетных и заслуженных званий регалий я сейчас просто не буду перечислять все но и самое главное что рейса гарифовна это ветеран нашей петропавловской студии телевидения наставник мой наставник молодежи нашей нынешний наставник журналист с огромным стажем человек творческие в первую очередь человек талантливый поэтому рейса гарифовна я очень рада вас видеть себя на программе до вновь до 2 года к сожалению два года обстоятельства такие были но не будем говорить не будем о грустном давайте тема нашей программы сегодня 30-летие независимости республики казахстан и поэтому мы немножко сегодня так сделаем исторически небольшой ракурс на историю на наше прошлое поговорим о настоящем и помечтаем о будущем 30 лет в этом году исполняется со дня принятия суверенитета республики казахстан конечно же вы помните этот год это 1991 год вот давайте вспомним вместе сейчас но сначала вы знаете вот у китайцев говорят так есть такая нехорошая поговорка чтоб тебе жить в эпоху перемен и нам выпало это нашему поколению и мы как тогда к этому и не были готовы это я потом прочитала и думаю перемены так перемены как цой пел перемен не будет наши наши сердца перемены ну ладно пусть будет и вот когда распался великий могучий советский союз тогда мы почувствовали что чего-то чего-то наверное будет впереди непонятное так оно и случилось на границе с россией северный казахстан никаких границ не было мы ездили туда они приезжали сюда сказали так будет граница будут паспорта будут деньги но это на будущее немножко а тут по первости самое было для нашего города у нас в петропавловске работала 5 военных заводов мощнейший центр советской такой военной оборонки и вдруг эти заводы стали закрываться ой ужас люди остаются без работы заводы хоп только куда-то их там не знаю куда перетаскивают и никогда не забуду как это было знаете потрясение особенно для журналиста когда заводчане стояли на базаре и продавали какие-то товары завода далее детали детали потому что зарплату не платить до зарплату не платили она что-то надо было и вы знаете это и вот это вот такое потрясение господи что же будет дальше и вот на улице в петропавловске причем амичи к нам приезжают ну по-моему немножко подстегивали они и в митинге на улице ленина митинги мы хотим в россию долой-долой все я никогда не забуду светлая память феликс алексеев 7 и владимир максимович кардашов а уже была ассамблея создана мы руководители национальных центров везде как бы старались участвовать и вдруг от кардашов вышел и говорит люди да вы что шумите то о чем вы говорите нам же жить дальше мы же как хорошо жили успокойтесь пожалуйста и как то вот понимаете это на толпу влияло но когда уже феликс алексеевич стал рассказывать как конце 30-х корейцев с дальнего востока привезли бросили в северный казахстан депортировали до зимой выгрузили с поездов каких-то бараках и он говорит мы благодарны русским казахам все кто здесь жил нас разобрали по домам не дали нам погибнуть поэтому говорит давайте беречь единство мы люди одной страны целостность единства на совершенно верно очень актуальный до вопрос если никогда не нужно поэтому до злиться были времена вот такие еще гораздо ну не страшнее если скажем но действительно серьезная обстановка была вот мы брали микрофон выходили на улицу и брали интервью у людей говорите вас слушает мы сережка овчаровым делали эту передачу журналист журналист мой коллега сейчас он новгороде и вот мы значит люди высказываются причем мы поставим так микрофон типа столика и снимаем подходит нам полиция говорит вы что тут митинг устроили вы чё пишите мы скорее 1 1 ман и ломся заберем смоемся потом пошли просто у людей спрашивать и вы знаете мы людям давали высказаться мы монтировали разные мнения и потом какое-то резюме делали чтобы людей успокоить пусть они выскажутся пусть они где-то не правы но рядом человек который ему предлагает выход я считаю что это такие вот чисто наши телевизионные журналистские возможности которые немножечко давали людям то что надежду а тормозили вот тех кто пытался возможность высказаться да да конечно право голоса совершенно верно да не было какой-то я не скажу что тогда была какая-то жесткая цензура не да абсолютно она была но почему-то вот время тогда было так и моя людям возможно увидеть себя сравнить возможно это цензура даже сама не понимала да в какой вот сейчас обстановку мы попали да что делать дальше что будет дальше но тем не менее журналисты работали они выполняли свои обязанности они профессионально освещали все вот эти события показывали говорили в открытую это было все я считаю что вовремя и хорошо и вот как говорят нам повезло в эпоху перемен работать и в девяносто втором году в декабре в алма-атте объявили форум народов казахстана но шултана бишевич собрал нас во дворце спорта приехали представители национально-культурных центров интеллигенция верующие и вот мы в зале сидим но шултана бишевич рассказывает нам о ситуации и кто-то из зала что-то кричит он говорит подойдите пожалуйста к микрофону выскажите все что вы думаете он всем давал сказать и потом как бы анализировал и в результате мы все просмотрели сегодняшнее состояние и было принято решение о создании ассамблеи народа казахстана в девяносто пятом году я считаю что это для лидеров национально-культурных центров мы своего рода были тут полпредами президента представляли политику государства и мы со своими диаспорами работали и вот мы поехали на сессию ассамблеи и вот это уже в астане происходило мы как-то группами работали сначала делегациями потом по темам работали и вот там была принята первая конституция республики казахстан первый вариант мы там говорили о национальных отношениях я считаю что это совершенно правильное было решение принятое нашим назарбаевым в первые годы самых трудных времен и вы знаете мне кажется это был оплот вот оплот это было это был фундамент развития дальнейших до межнациональных межнациональных отношений потому что на всем постсоветском пространстве далее в снг не было такого уникального общественного института как ассамблея только в казахстане это было когда объединились ну сколько у нас у нас более ста до националисты проживают в казахстане считая депортированных считая сосланных все и местных но вот хочу перечислить кто принял участие в первой сессии ассамблеи народа казахстана косол амаров представитель казахтале феликс сим руководитель корейского центра владимир кардашов представители общины лад косой гусейнов азербайджанский аракелов армянский шутяева немецкий бекмухаметова татарский делегацию возглавил владимир палыч маслаков исполнительный секретарь малой ассамблею вот и с тех пор самой первой у нас мы как-то обратили внимание изучить на изучение своих языков государственного языка общих таких отношений я считаю что это было так здорово так отлично просто на местах на нас лежала очень большая ответственность нас иногда даже приглашали в официальные органы допустим если где-то там татары что-то там сделали нехорошие приходилось вам не то что отчитывая да а приходилось держать ответ держать ответ за свою этническую группу ну и как бы получите совет вот получился нет есть ну всяко же было особенно были какие-то вот такие стычки русские допустим сказать раз гриф она вот в свете на эти последних не очень хороших событий ну там знаете наверное там что вот русский язык ущемляет ущемляет русский в казахстане вот что вы можете сказать на этом вот если сравнивать если параллель провести с тем временем и вот с теми вот событиями но я считаю что это перегиб какой-то идет перегиб потому что ущемление не может быть ни одного языка это зависит от того чего люди хотят вот так же как мы вот допустим если мы делали сабантуй да никогда не забуду как приходили представители всех национально-культурных центров как они свои песни пели как вы плясывали вот самое ценное что мы должны учиться друг у друга жить брать самое лучшее сколько традиции посмотри сразу сколько традиций сколько мы знаем сейчас обрядов сколько блюд национальных вот фестиваль солдастур ассамблея организовывала ежегодно это было так интересно это так весело интересно это познавательно когда человек узнает когда человек чему-то новому учится но я не знаю что учиться это никогда не поздно все таки правда конечно и поэтому вот это вот взаимосвязь вот это вот взаимный обмен энергетические вот всеми этими составляющими микросон просто наполняет каждого человека вне зависимости от национальности и вот мы как-то тогда учились и сейчас я считаю надо продолжать обращать внимание духовным источником каждой нации духовным истоком так скажем допустим все помнят знают казахское гостеприимство немецкую точность еврейская образованность до русскую такую вот общительность душу широкую и вот и вот я считаю что это мы должны друг у друга брать до совершенно верно брать и об этом да как бы в себя выбирать учить детей особенно учить молодежь вот сегодня я не хочу сказать что как-то проблемы обострились и и прочее но они более дети более демократичные чем были мы да и вот особенно если брать первые годы они более толерантны да конечно элегантные более толерантны толерантны да и более уважительные по моему они как-то к истории совершенно верно совершенно верно с вами я думаю что это сейчас очень важно и я просто считаю что да за этим поколением будущее я думаю на плохое будущее и вот дружба единства народа это условия поступательного развития нашей страны и наш ельбасы много много сделал для того чтобы на это все развивалось на всех сессиях ассамблеи народа казахстана когда мы собирались в алмате в астане он всегда говорил что я ведь приведу слова оба и вот утром после чем как бы ночи наступает утро она как бы дает свет на будущий день поэтому нам нужно учиться видеть свет впереди себя видеть будущее нашей страны мы очень большая богатая страна дружная страна дай бог это чтобы она продолжала сохраниться я считаю что и сейчас у нас нет особо таких опасных каких-то моментов ну это как бы надо не допускать до этого чтобы это было и вот 30-летие нашей конституции независимости да вы извините до 30 лет независимости и день конституции вот только чтобы я считаю что все должны в себя вобрать тот период сложный которые мы пережили вот за эти 30 лет мы всякое было взлет падение не было даже талоны же были когда вот первые года вот кстати я хотела поговорить а потом помните 90-е годы конец 90-х там уже конечно была экономическая да такая не очень хорошая ситуация когда не было света не было газа помните когда люди жгли костры во двора сиди уж делали уроки керосиновой лампе да вы помните вот эти годы перед распадом до социально-экономическая ситуация была и даже вот при этом да при этом мы сохранили сохранили свою стабильность дальнейшем до сохранили свой суверенитет не произошло каких-то вот слава да слава идентичность сохранилась идентичность и поэтому пережили все пережили экономический распад пережили скажем так естественно и морально-нравственные какие-то да у нас были совершенно другие устои но тем не менее сохранили все это тогда работали в те годы помните как вы работали журналисты тоже по полгода не получали заработную плату а я помню мы тогда коммерческий канал из 140 человек в студии осталось 60 сократили все сокращение да и люди уходили тоже в бизнес уходили денег из алматы и мы сделали коммерческий канал небольшой и уже тогда учились делать рекламу интересного новые рыночные отношения начались рыночные отношения нам кто давал товаром компьютеры давали какие-то еще бартером бартером но кто-то платил деньги и мы эти деньги делили на зарплату всем кто оставался это было так тяжело тогда все но мы пережили мы достойно прошли этот период совершенно рейса грифовна ну вот я хочу узнать немножко сравнить вот так вот это же очень интересно да познавательно тоже вы долгое время живете в америке периодами да но это уже до долгое время длится но вы скажем большую часть времени живете наверно да там половина там вот видите на 2 полушария понимаете вот ну во первых менталитет другой стороны да какие-то тоже взгляды другие да вот если сравнивать допустим с казахстаном развития в чем-то вот как вы можете что рассказать знаете мне как-то сейчас уже по первости я смотрела круглыми глазами вокруг все другое мало того что зашли в большой магазин с дочерью в первые годы и продуктов там всего-всего я говорю вот бы моя мама это не светлая память маме моей потому что мы не могли купить продукты я помню как я бегала по городу чтобы купить хлеба причем так вы стоишь в очереди тебе булку дадут но это конец в 90-е а мне надо три я ищу одну очередь талоны еще талоны нет пока вот без талонов и вот это какой-то военно-продовольственный пункт что ли мне подсказали что там хлеб дают я побежала булку дала мне девочка здесь нет она мне там 6 лет здесь только для командировочных это вы рассказывать о своем детстве до совершенно верно думаю кто такие командировочные не знаю потом вторую очередь стала подхожу тебе сказали что нет хлеба не будет иди какой-то мужчина горит дайте мой хлеб ей ребенку я да мне еще две булки дала пока я до дому дошла я по муки это вот такие вот какие-то моменты вот вспоминаются и теперь такое изобилие то есть ваше детство совершенно не похоже на детство ваших внуков которые живут в техасе который американцы уже да они метисы трех крови у меня но и короче получается что когда я уже потом начала подниматься ну допустим я закончила школу закончил университет работала здесь почти 40 лет 38 лет в студии в общем страна поднялась мы тоже преобразились мы тоже стали видеть другими глазами нашу бытность и мы стали видеть другие страны мы стали друг да да у нас появилась возможность командировки ездили на съемки ездили в европу еще куда-то в питер в москву это слава богу что все мы пережили эти сложности хоть и китайцы нам обещали эпоху перемен вам пережить мы прожили не просто эпоху перемен мы поднялись вместе с нашей страной и вот 30-летие независимости это яркий такой пример того что как надо не отступать как надо идти вместе 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 и я горжусь тем что все-таки в казахстане у нас единство народа существует какие бы ни были проблемы этой детали уже но мы все вместе идем и пусть так и будет и было это заслуга нашего эльбасы нурсултана амбишевича назарбаева до сих пор мы считаем что он патриот номер один а мы за ним следом рейска рифовна мы уже говорили о том что наша молодежь креативная толерантно это вот те молодые люди которые вот сейчас допустим заканчивают школу учиться в вузах на очень много талантливых особенно у нас на севере казахстана у нас много талантливой молодежи спортивной молодежи но что вы им пожелаете дальней я все время слежу у меня там нельзя три русских канала завел из интернета все время смотрим так то 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 так северный казахстан так петропавловск его знаете по программе болошак которая проводилась в штатах да это бесплатное образование они в америке получали они все возвращались сюда и поднимались на несколько высот управлять страной учились там значит понимать экономику знаете вы даже менталитет немножко да конечно менялся и сейчас вот я смотрю думаю господи вот так вот послушаешь молодежь даже вчера 1 сентября идут мальчишки с 11 школы все от такого роста и вы знаете они все такие доброжелательные счастливые 1 сентября ура ура пусть все будет хорошо у нашей молодежи я горжусь спасибо вам огромное вам тоже я желаю крепкого здоровья прежде всего чтобы мы с вами встречались в этой студии ежегодно без всяких ограничения всяких мер ограничительных потому что я думаю что у дружбы у мира у взаимопомощи у всех вот этих прекрасных качеств до жизненных ну не должно быть никаких ограничений поэтому все это безграничны неприятность и мы переживем мы переживем спасибо вам огромное рейса гарифовна мы ждем вас в нашей студии за встречу спасибо дорогие мои телезрители мне очень приятно было общаться с этой студии столько лет я тут вещала и пусть будет все хорошо в нашем мире мир дружба чтобы никаких не было потрясение единство это залог нашего успеха республики казахстан спасибо уважаемые телезрители благодарим вас за внимание увидимся в программе из первых уст в следующем видео Продолжение следует...